Факт. Журналисты – люди неравнодушные. Свидетельство тому – участие в акции. Представители практически всех печатных изданий, региональных и республиканских каналов, блогеры приняли участие в акции «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста». На призыв мэра города откликнулись дружно. Мы считаем, что это очень стоящее дело. И очень здорово, что в этот такой юбилейный год для нашего города у нас в парке будет наше дерево. Это замечательная акция, холодно, но дерево, мы надеемся, вырастет, мы будем приходить его поливать. В итоге Березовая аллея или аллея СМИ стала первой в парке тысячелетия. Мы ставим задачу, чтобы Брест, как раньше, был самым зеленым городом в республике Беларусь. И тот тренд, который сейчас есть, те поручения на уровне даже главы государства, которые есть по озеленению, это прекрасный повод эту работу утроить, удестерить, что мы в этом году и будем делать. Второе. Эту работу спокойно могли бы сделать коммунальные службы. Но нам очень важно, чтобы вовлечь все группы наших брещан в этот процесс. Поверьте, что то удовлетворение, которое сейчас мы все получили, посадив дерево, оно такое, наверное, где-то у нас на генном уровне есть. И очень здорово, что уже сейчас мы имеем, по данному только лишь в начале весны, мы имеем тысячу уже посаженных деревьев. Тысячу. Напомним, акция «Тысяча деревьев» к тысячелетию стартовала в 2018 году. В Бресте было высажено порядка 250 деревьев. И это был только старт. Работы в году нынешнем начались как никогда рано. 18 февраля коммунальные службы приступили к посадке деревьев. Планируется сделать областной центр богаче на 20 тысяч саженцев сосны, 6 тысяч деревьев и около 10 тысяч кустарников. Стоит задача реально посадить 6 тысяч деревьев, но это не деревья, должны быть не маленькие, а 2,5-3 метра. В эту субботу мы проводим очень интересную акцию. Вот этот пятачок улицы Октябрьской революции, улицы Волгоградской, очень долго выставлялся как инвестиционное предложение. Паркинг, магазин поставить и так далее. Многое принято решение, и проектировщики плана детальной планировки учли, сделаем там просто хороший нормальный скверик. Энтузиаст по натуре Александр Рогачук работал наравне с журналистами и посадил порядка пяти деревьев. Садить деревья – дело привычное, я смотрю. Дело приятное. Самое важное, что это дерево проживет не один десяток лет. У нас не будет, а дерево будет. Наши потомки будут здесь отдыхать. Парк нельзя построить. Парк только можно вырастить. Поэтому я вам так скажу, что мы должны этот парк и после тысячелетия сажать деревья в этом парке будем. Поэтому строительство парка – это даже как термин не совсем корректно. Парк выращивают. Что мы сегодня и делаем. Акция продолжается. В ней примут участие бизнесмены, таможенники, пограничники, представители сферы торговли и многие другие структуры и организации. Брест должен стать самым зеленым городом Беларуси. Нельзя на этом парке только зацикливаться. Повторюсь, у нас еще очень много мест, кустырей, где в принципе так и просится нормальный хороший сквер. Аналогичную работу мы очень интересно задумали по партизанскому проспекту. Помните, наверное, была композиция партизанам, которую мы убрали, да? И вот нашли очень интересное решение, где мы и увековечим память, почему партизанский проспект, и сделаем такой очень интересный тоже скверик. Опять же, там, где люди ходят, сделаем хорошее, такое нормальное благоустройство. По городскому саду. Вы, наверное, тоже здесь скрывать от вас не буду. Мы поставили такую задачу. Без бюджетных денег, за счет субъектов хозяйствования, реанимировать в этом году городской сад. Мы увязали два проекта. Это набережная реконструкция набережной и городской сад. В этом году, в июле месяце, вы не узнаете ту зону. Лариса Осмолович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.